Одесский национальный университет имени Мечникова занимающий 48 место среди лучших университетов мира. Активно участвует ОНУ и в международном сотрудничестве. Мы почти 8 лет работаем на проведении необходимых модельных систем в нашем университете и уже имеем при выпуске магистров в русле этой системы. В начале мая текущего года наш город с визитом посетила делегацию во главе с президентом Европейской университетской ассоциации, ректором Университета Вены профессором Георгом Винклером. В рамках визита представители украинских и европейских университетов приняли участие в семинаре по вопросам внедрения баллонского процесса и проблем применения кредитно-модульной системы. В работе представительного форума приняли участие ученые и преподаватели из более чем 20 вузов Украины, а также Австрии, Испании, Литвы и стран ближнего зарубежья. Основными вопросами для обсуждения стали проблемы унификации образовательных уровней стран-участниц баллонского процесса, психологические проблемы, связанные с внедрением новых стандартов среди преподавателей и студентов, опыт внедрения кредитно-модульной системы в Украине. Семинар планировался и был проведен как практическое занятие фактически по использованию основных принципов для разработки конкретных документов или учебных планов или других сопутствующих документов, которые необходимы в процессе работы преподавателя и студента в рамках кредитно-модульной системы. Международные встречи, посвященные проблемам внедрения баллонских стандартов в системе высшего образования, уже много раз проводились в странах Европы. В Украине же подобный семинар в рамках реализации плана действий Европейской университетской ассоциации проходил впервые, и, по словам президента этой европейской структуры Георга Винклера, был полезен для всех участников. Кроме того, австрийский профессор считает, что высшие учебные заведения должны не замыкаться в собственных стенах, а учитывать мнение общественности, особенно в вопросах трудоустройства студентов. Не должны оставаться в стороне от этой проблемы и власти, хотя, по словам Георга Винклера, университеты должны действовать быстрее, чем политики. Мы должны понимать, что, особенно в областях высшего образования и исследований, мы должны быть на несколько шагов впереди, чем в областях политики и экономики. Университеты должны быть быстрее, чем политики, в реорганизации европейского баланса. Когда мы говорим о процессе глобализации, то на уровне политики эта проблема поки что только дискутуется, и нет какого-то одного четко визначенного вектора. Есть напрямок, в котором есть разбежность поглядей, но есть напрямок. Но университетская спільнота, процесс глобализации, началась уже давно. Болонский процесс – это и есть первая сходинка до процесса глобализации в области. Я уверен, что сегодня университет РУК является тем сильным фактором, что действительно может быть новым пошутком для развития современной Европы. Я уверен, что этот семинар будет полезным для всей системы исследований современной Украины. В ходе работы семинара под председательством профессора Винклера участники заслушали 8 докладов, в которых были затронуты как успехи во внедрении Болонского процесса, так и проблемы, связанные с его имплементацией в представляемых докладчиками в УЗах. К позитивному опыту внедрения кредитно-модульной системы ректор Одесского национального университета Валентин Смонтыно относит три группы вопросов. До позитива я предназначил три великой группы. Это учебный процесс стал больше упорядкованным. Работа студентов больше регулирована. Зрис объема индивидуальной работы студентов. Гидридовая компания. В результате пометливости больше всего за лишковое знание студентов, хотя яхисть знаний при этом скорее не изменилась. Другий блок позитива. Водбывается одночасно и взаимно стимуляция действий в работодчатах и студентах. И третий блок позитивных взрушений. Стимулирована реструктуризация фундаментальных курсов, так и с учениками располнен специализацией. Однако, по словам Валентина Смонтыны, наряду с позитивным опытом существуют также проблемы и угрозы внедрения баллонского процесса. Наиболее угрожающими тенденциями ректор видит формализацию оценивания студентов и нехватку знаний преподавательского состава в вопросе составления и оценивания теста. Проблемные питания. Мают быть организованы качественные изменения, квалификации не только выпускников, а и лаборантов, а и методистов. То есть, создание ценностей обеспечения навчального процесса за новыми принципами. Другие. Пока что отсутствует возможность сравнивать смысл кредитов и системы оценивания знаний студентов, даже среди высших навчальных законов по премии проекта, что створяет определенные трудности, в том числе и для мобильности студентов. Третий. Необходимо навчать выкладачам основанных тестов и логов, а единственный подход к формированию смысл тестов и их оцениваниям. Четвертый. Психологические проблемы студента. Чи стимулируется его реактивность, чьи он лишь следует графику навчального процесса? Это вопрос. Адекватность поведенки студента в раз, если он выбился с графикой? Пятый. Волонский процесс. Чи не есть ли новая стратегия, которая реализуется в основном в рамках старого навчального процесса, где успешная стоять знаний студентов есть фундаментами минувшего? Шосте. Провадение молодежького процесса мое начинаться с середней школы. И на почертовом этапе мать будут усунули дубливание курсов в школе и в университете. Это дает позитивные наследствия и уходить в аспектах проваливания кредитного модулям для системы. Президент Европейской университетской ассоциации профессор Георг Винклер подчеркивает важность сотрудничества университетов с общественностью, особенно в вопросах, касающихся трудоустройства выпускников. Университеты должны быть готовы к открытому диалогу с обществом и в особенности с работодателями о баллонском процессе, к более тесному сотрудничеству в этой сфере. Сейчас же происходит много дебатов в стенах университета, но общество практически не вовлечено в этот процесс. Мы должны наладить конструктивный диалог с обществом, чтобы баллонский процесс был действительно успешным. Кроме того, по словам ректора Венского университета, успешное развитие государства невозможно без проведения серьезных научных исследований и поиска инновационных решений в самых разнообразных сферах. Если вы хотите не просто догонять другие страны, а развиваться и быть среди лидирующих мировых держав, то вы должны развивать исследования. Основные проблемы полякаются в программах и методах навчаниях. Треба визнати, что наши программы в значительной степени застарели, и они не соответствуют задачам подготовки. Выпускники, будь то бакалаври, или магистры, которые могут думать и работать по новому. Мы всегда готовы к минулой войне. И готовим наших специалистов для того, чтобы они были сгибны, чтобы принимать вызовы, которые стояли перед поза новым поколениям. Сейчас нужно на вызвание и на практичные стратегии, инструменты, навчание, которые, возможно, могли бы быть митленно использованы в аудитории, и сделать приватного и эффективного навчальный процесс 21-го старинча. В структуре навчальных планов 25% дисциплин выдаются дисциплинам гуманитарного цикла, 50% природного и наукового цикла и только 25% профессионально ориентированных. То есть структура навчального плана сформирована таким образом, что бакалавр объективно не может после закинчения работать безусловно на практичной работе. Потому что из четырех лет 25% это один год он изучает только профессиональный дисциплин. Поэтому практически все бакалаври идут дальше вчитываться в магистрату. Таким чином система навчальных планей, которая окопливает сегодня бакалаврят, вымагает очень серьезной коррекции и переносит целого блоку дисциплин в среднюю школу. И подготовка специалистов на уровне бакалавра может только тогда, когда будет одновременно реформована и средняя школа. Примечательно, что многие участники, включая представители Венского университета, считают одним из основных именно вопрос реформирования бакалаврата. В европейских странах в магистратуру поступает менее половины студентов, что обусловлено отсутствием проблем у бакалавров с получением работы по специальности. В Украине же в магистратуру сейчас поступают практически все студенты, и каждый вуз пытается решить эту проблему по-своему. На экономическом факультете Киевского национального университета, например, чтобы усовершенствовать систему обучения бакалавров, студенты могут сами выбирать, какие предметы они будут изучать в течение семестра. Предметы свободного выбора студента существуют в виде великого перелета. И студент, который приходит обирать дисциплину, вольно обирать дисциплину, он реально угробится. Он не знает, в какой дисциплине ему обирать. Если идет про 3-4 курс бакалаврата, то студент, вне зависимости от того, на какой специальности он учится, еще реально морально не готовый для того, чтобы обирать дисциплину свободно. Ну, что греха то едет. Он будет выбирать дисциплину, которую ему простыше скласти. Дисциплину, которые, там, прикладач, из которых ему подобаются, и так далее. Тому в рамках экономических специальностей была запропонована кластерная система. Тобто, это система, которая обработана за принципом таких миги-спецеализации. Студент выбирает для себя напрямую специализацию и в рамках этого напрямую существует определенный перерыв дисциплины в виде выбора. Таким образом, в научении, он получит уже определенную специализацию на выходе. Эта специализация на уровне магистрских программ может как раз набивать вид в рамках магистрских программ. Одним из главных преимуществ балонского процесса считается мобильность студентов, то есть возможность перехода из одного вуза в другой в рамках своей специальности. В Украине же этот процесс до сих пор не закреплен законодательно. У нас немає законодательного закрепления проблеми мобильности. Дуже важко зрозуміти, каким чином студент может в рамках одними специальностями переходить из одного навчального заклада в другой, для того, чтобы отримать первые дисциплины, первые курсы, которые он хотел бы там послушать. Кроме того, проблема мобильности передпочая на мой взгляд мобильности выкладача. Я думаю, что для дуже багатьох профессорів, які приїздять в Україну и в країну бывшого Радянського Союзу, дуже дивно, що переважно більшість выкладачів, які працюють в вищих навчальних закладах, це выпускники цих навчальних закладах. Но щоб достичь такої мобильности, необхідно сначала создати условия і інфраструктуру, щоб студенти і преподавателі могли свободно переміщаться з одного університета или города в другой. Кроме того, для успешного внедрення балонського процесса необхідна і мощна матеріальна база, разработанная система єдиного методичного обеспечення учебного процесса. Міністерство же образования і науки України издало только одновременное положення проорганизацию кредитно-модульной системы, датированной ще 2004 годом. Нам самим довелося розробляти усі ті положення, які стосуються організації навчального процессу і методичного забезпечення навчального процессу. До них відноситься порядок оцінювання знань студентів з урахуванням Болуцької декларації, порядок ликвидації академичной заборгованості студентів, положення про індивідуальний навчальний план студента, положення про функціональні обов'язки академічного куратора, тобто того куратора, який супроводжує навчання студентів за кредитно-модульну систему. Среди преимуществ кредитно-модульной системы участники семинара отмечали увеличення возможностей для индивидуальной работы студента, вовлечение в учебный процесс на протяжении всего семестра, взаимная стимуляция работы преподавателей и студентов, их более тесное сотрудничество. Критерии оценивания якости навчання разроблены, выходячи из значення кожного контрольного заходу. Вонас обеспечує реализацию принципу систематичной и самостійной работы на протязі всего навчального року, расширює можливості для всебічного розвитку творчих стимусти студентів, индивидуализує навчання якостно змінюю взаємовидносані ланці укладач створюю атмосферу спецпраці. По словам ректора Одесского національного университета Валентина Смонтене, семинар имел большое значение, потому что наряду с позитивным опытом внедрения кредитно-модульной системы в различных университетах, на нем обсуждались насущные проблемы и конкретный вариант их практического решения. По словам ректора АНУ, представители высших учебных заведений нашей страны увезли с собой объемные конспекты прослушанных докладов. В течение 2008 года планируется провести еще два подобных семинара, один из которых состоится в Одессе, а другой уже в Вене. На них, среди прочих вопросов, участники рассмотрят и проблему сопоставления шкалы оценивания студентов и содержания тестов в Украине и Европе. По словам Валентина Смонтыны, проведение в Одессе данного семинара и сам факт присутствия в нашем городе президента Европейской университетской ассоциации уже чрезвычайно важное событие и показатель того, что Национальный университет имени Мечникова в Европе признают равным западным университетам.